привет вот уже пять часов вечера и нам есть что рассказать о новом hyundai kona на котором мы проездили практически весь день практически все бренды на сегодняшний день имеют своего представителя в классе субкомпактных кроссоверов это и новенькие suzuki vitara и reno captur и естественно citroen c4 cactus естественно корейский автомобильный производитель тоже захотел свою часть пирога от этого сегмента рынка прежде всего появился kia stonic 2017 году позже показали абсолютно новый автомобиль как бензиновый так и электрический hyundai kona презентован автомобиль был в качестве стилизации на героя marvel железного человека и всего-навсего через год после старта производства автомобиль попал к нам в украину автомобиль базируется на платформе уже знакомой и 20 эстоника но в электрической версии машина получила заднюю независимую подвеску как у полноприводной коны с бензиновым и дизельным агрегатом это очень важный момент потому как на сегодняшний день в этом классе электромобилей с прогрессивной подвеской очень мало можно сказать считанные единицы что касается внешнего облика то автомобиль безусловно ориентирован на молодежь и законы пытались сообразить некий кроссовер обширная внедорожная листва выраженные антикрыло рейлинги двухэтажная оптика аэродинамические колесные диски безусловно автомобиль получился ярким и своеобразным но выбирать все равно вам и так чем же отличается электрическая кона от обычной прежде всего это видно с фасада автомобиля решетка радиатора как бы заглушена полностью рельефной глухой стенкой за этими панелями находится зарядное устройство естественно европейский манекис и он дополнен разъемом комбо для быстрой зарядки в пределах 50 100 киловатт форма оптики специальные воздухозаборники для отвода потока воздуха от колесных ниш аэродинамические выступы на зеркалах на задних арках колес специальные колесные диски с пластиковыми вставками все это создано для того чтобы автомобиль максимально эффективно двигался в потоке помимо прочего здесь абсолютно плоское днище закрытая защитой под которой находится аккумуляторные батареи в данном автомобиле емкость аккумулятора 39 киловатт следующая комплектация идет 64 киловатт на исходя из тестов проведенных по циклу в лтп автомобиль с 39 киловаттами на борту может проехать порядка 312 километров ну а 64 киловатт на и как вы видите 450 это написано на борту нашего автомобиля в целом выглядит как кроссовер габаритами хэтчбэк чтобы вы могли себе детальнее представить как выглядит кона не видя ее снаружи живьем могу вам предложить сравнивать ее габарит на скажем с рено копчур при длине 4180 миллиметров ширине 1800 миллиметров и высоте 1568 миллиметров hyundai kona electric является довольно небольшим автомобилем тем не менее его масса 1700 килограмм за счет весомых аккумуляторных батарей на этом в принципе по внешнему виду можно заканчивать давайте посмотрим что у него внутри она очень лаконично в салоне и достаточно комфортно несмотря на свои скромные габариты прежде всего радует несколько вертикальная посадка как для городского автомобиля потому как безусловно это положительно влияет на вашу обзорность и конечно же за комфортное времяпрепровождение за рулем а мы-то уж сегодня постояли во всех киевских пробках которые только есть что касается интерьера hyundai kona то его можно смело назвать сдержанным до черный серым на сегодняшний день это немножечко скучновато но с другой стороны довольно практично и не марка из позитива кресло регулируется достаточно большом диапазоне рулевая колонка имеет степени свободы и по вылету и по углу материалы мягкий пластик жесткий пластик жесткий пластик жесткий пластик ну зато перфорированный пластик в целом для категории средних вот таких вот маленьких кроссоверов это терпимо простительно но хотелось бы возможно в будущем что-то более качественное оживляют безусловно интерьер такие элементы которые позаимствованы от hyundai i30 это очень удобно и анатомическая трехспицевая рулевое колесо и вот этот вот интереснейший элемент парящая консоль между водителем и передним пассажиром по сути вещуга уникальная потому что у бензиновой дизельной версии такого точно не будет так как здесь необходимо установить рычаг переключения коробки передач в коне же электрической здесь всего четыре кнопочки вперед назад ну и собственно паркинг нейтраль не самое интересное решение с точки зрения драйва потому что ощущение движений правой рукой чем-либо есть подстаканники есть подогрев сидений есть подогрев руля приятно электромобиль как всегда оснащен хорошо здесь у нас находится ряд кнопок которые отвечают за системы активной пассивной безопасности за включение выключения автоматического режима зарядки транспортного средства есть очень интересная кнопка в сс как выяснилось она то включает принудительно то отключает имитацию звукового сопровождения движения транспортного средства кнопка power достаточно лаконично и проста из особых органов управления скорее только щиток приборов и особая подменю мультимедийной системе о котором чуть чуть позже не лишена кона и комфорта для задних пассажиров вот только порадует эта новость скорее всего ваших детей они взрослых друзей и знакомых потому как даже при своем скромном росте в сто семьдесят шесть сантиметров сижу я за собой ну просто вот сижу достаточно высоко поднята спинка не упираюсь я коленями но человек ростом выше 180 уже точно будет чувствовать себя неуютно а вот для детей здесь раздолье есть подлокотник с подстаканниками естественно есть крепление isofix для детских кресел в принципе ну да нет воздуховодов нет подзарядок нет юсб портов возможно это присутствует в более дорогих версиях но к сожалению это пока неизвестно в украину премиум я так понял еще не заявили с другой стороны автомобиль с запасом ходов 312 километров который проектировался как исключительно городской автомобиль наверное и не должен иметь каких-то излишеств на втором ряде сидений багажный отсек коны также рассчитан разве что для поездок по супермаркетам безусловно здесь есть около 330 340 литров возможно несколько больше точные цифры я к сожалению забыл признаюсь тем не менее багажный отсек очень грамотно реализован есть жесткая хорошая крышка здесь есть органайзер под мелочь а здесь размещен довольно емкий еще один органайзер для зарядного устройства и ремкомплекта в случае прокола покрышки комплектуются кона вот таким зарядным устройством с одной стороны 220 с другой манекис ну и заряжать конечно в домашних условиях от 220 мучительно долго поэтому прежде чем покупать электромобиль рекомендую сделать выделенную сеть от трех фаз одну фазу и рассчитывать на семь с половиной киловатт зарядку вот тогда эксплуатация будет дарить удовольствие и под капотом у нас классическая для электромобилей имитация двигателя внутреннего сгорания под вот такой вот красивенной пластиковой крышкой из которой торчат оранжевые провода в целом и в общем ничего нового просто выглядит немножко иначе с точки зрения дизайна да если мы сравниваем с другими автомобилями на электротяге тем не менее стоит заметить что кона electric drive это не самостоятельный созданный как электромобиль автомобиль это все же заводская безумно качественная переделка традиционного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в электромобиль как случае с mercedes b-класс electric drive соответственно автомобиль не получил легких металлов он весь железный возможно из-за этого его позиционировали как автомобиль железного человека может быть и нет места под капотом очень много здесь естественно должен был быть другой мотор с традиционной коробкой трансмиссий но корейцы красавцы они сделали классный продукт имея то что у них есть в отличие от того же nissana который разрабатывал электромобиль с нуля а теперь им очень очень дорого создать еще один автомобиль с нуля поэтому они пытаются усовершенствовать то что у них есть так уже почти половина восьмого вечера соответственно мы можем подвести некую черту сейчас на доме 333 километра а значит мы проехали 122 километра за сегодняшний день в начале дня у нас было 83 если не ошибаюсь процента запаса хода осталось 36 то есть мы потратили сорок семь процентов заряда средний расход при очень рваном режиме проехав все пробки от троещины до позняков от позняков до харьковского шоссе обратно через столичку на печерск через печерск в центр с центра снова на харьковский вот мы снова на позняках и сейчас поедем на троежку то есть мы собрали буквально вот все такие грандиозные мостовые пробки города героя киева тем не менее 15 целых девять десятых киловатт в час на 100 километров бортовик также сообщает что но это последний заезд ага 121 и 5 километра мы проехали в среднем 15 киловатт в час на 100 километров время движения на сегодняшний день 7 часов 40 минут и кстати очень интересная статистика 84 процента времени движения я ехал очень экономно 14 процентов нормально и всего два процента агрессивно ну собственно заряда осталось 36 километров у нас в запасе 95 километров если ехать спортивно либо 101 километр если ехать в экономичном режиме эко плюс включал один раз очень скучно оказалось решил что это не является необходимым поэтому избегал и так мы можем констатировать факт что на 10 процентов заряда аккумулятора автомобиль проезжает плюс-минус 30 километров соответственно сто процентов заряда аккумулятора около 300 километров это сходится с циклом в лтп безусловно в лтп несколько идеализирован но то что данное транспортное средство с аккумулятором в 39 киловатт способна преодолевать 270-300 километров можно констатировать что будет 64 киловаттным автомобилем я думаю будет то же самое тут вот какая ситуация 64 киловатт не отличается от 39 киловатт ки тем что 39 киловатт к лишена некоторой емкости отсутствием ячеек да но инвертор тот же самый двигатель электродвигатель тот же самый крутящий момент в 367 номов тот же самый мощность у 39 киловаттной версии несколько урезана это всего 100 киловатт это приблизительно ну почти 140 лошадиных сил а у 64 киловатт автомобиля 204 лошадиные силы в принципе с учетом того что более мощному мотору будет немножко легче тащить на 105 на 150 килограмм подросший автомобиль плюс ряд нюансов я думаю что заявленные цифры практически сходятся с реальной жизнью но они точно также сходятся и у лифа то есть прямая конкуренция налицо что касается мультимедийной системы безумно просто безумно просто это подкупает потому что во первых все очень правильно русифицирована hard кнопки в них попадать можно вот просто вслепую абсолютно никто не выдумывал никаких сверхъестественных крутилок все очень грамотно все очень доступно пиктограммы читаются очень правильно есть особый режим по датчикам электротяги ну как бы да вам видно какая батарейка вы можете настроить зимний режим что-то включить что-то отключить в целом и в общем стандартный набор что важно автомобиль имеет apple car play android auto начиная с базовой версии с вот этим небольшим монитором радио работает шумоизоляция ну с другой стороны это не премиум сегмент с другой стороны как бы не все электромобили имеет хорошую шумоизоляцию что конечно странно но шумоизоляция имеет вес буквальный вот электронный щиток приборов то что он меняется в режиме от режима движения либо же это комфорт либо же это drive mode спорт либо же это эко и если мы зажимаем эту кнопочку то получаем эко плюс в к плюс у нас естественно отключается климатическая установка ну и все становится очень таким медленным плавным и валки больше всего мне понравилось ездить конечно же в комфорте и в спорте об этом чуть позже замечание по поводу мультимедийной системы я немножко не понимаю если человек купил кону зачем ему постоянно показывать hyundai santa fe которую не купил ну я не знаю почему нельзя было нарисовать кону как это делают все бренды клацаешь мбт бмв видишь бмв mercedes гли 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 купе гли купе ну в общем логику вы поняли я не знаю почему вот они так сильно гордятся santa fe я думаю это santa fe тем не менее вот такая вот штуковина есть чуть-чуть где-то какие-то шатания нет такого здесь нет все максимально удобно все максимально комфортно быстро садишься за руль ориентируешься в пространстве ориентируешься в посадке все супер ну и конечно же после того как целый день ездишь по всем пробкам киевским ты начинаешь понимать комфортный ли это автомобиль является ли он тем автомобилем в котором вы готовы целый день куда-то ездить hyundai kona electric это безусловно безумно динамичный автомобиль буквально ураган эмоций потому как 360 ньютона метров крутящего дают нам возможность не просто обгонять и перестраиваться в потоке в любой момент времени это и признак безопасности и признак очень классного настроенного шасси что не радует в этой машине так это некоторая недосказанность в обратной связи рулевого управления в режимах комфорт эко и к плюс да действительно в спорте руль становится отзывчивым приятным наливается некоторой тяжестью и все становится на свои места но имея такой запас динамики при недостаточной поворачиваемости 1700 килограммах веса хочется большей обратной связи в обычных режимах вождения безусловно положительными факторами является то что здесь жидкостное охлаждение аккумуляторной батареи соответственно зимой запас хода будет уменьшаться не так как на тех же лифах с их воздушным охлаждением батареи у автомобиля масса удобств очень удобно управлять режимами рекуперации через подрулевые лепестки эту фишку хендай явно подсмотрел у мерседеса b-класса ведь это самое грамотное решение левым лепестком вы как бы понижаете передачу увеличивая степень рекуперации и автомобиль может вплоть до полной остановки замедлять свое движение правым же вы отпускаете автомобиль и тем самым добавляете динамики в накат своего движения hyundai kona electric не является ярко выраженным женским автомобилем это безусловный плюс он скорее молодежный пойдет и подойдет для небольших семей даже как единственный автомобиль потому как даже при малой батареи в 39 киловатт автомобиль способен отвезти вас на небольшой отдых за город и вернуть обратно благо количество зарядок вокруг киева и области уже это позволяют если же вы ищете электромобиль прямо сейчас и готовы его покупать то присмотреться кони это очень правильно потому как лучшего конкурента для лифа найти сложно и поверьте мне я торгую лифами теслами шевроле болтами уже очень много лет и всего лишь один день за рулем коны заставил меня понервничать по поводу оставшихся на витрине лифов все же выбор лучше вам делать самим за что голосовать собственным кошельком езжайте в автосалоны например там где мы взяли вот этот автомобиль на balsak a7 берите автомобиль на тест-драйв общайтесь с менеджером сравниваете попадаете на тест-драйв nissana leaf можете связаться со мной я вам устрою и уже делаете выбор сами из своих собственных потребностей на этом будем заканчивать наш обзор подписывайтесь на канал оставайтесь с нами до новых встреч